Заключение. За дело. Итак, ты прочел нашу книгу. Надеемся, она станет источником идей, которые помогут скопить миллион. Если ты начнешь путь к финансовой независимости в раннем возрасте, то получишь массу преимуществ. Не забывай о главном, чему мы хотели тебя научить. Чтобы стать обладателем миллиона, надо научиться мыслить как миллионер. Насколько быстро ты сумеешь достичь цели и скопить миллион? Это зависит от того, когда ты начнешь копить, сколько и как часто сможешь откладывать деньги, насколько эффективно будешь использовать силу капитализации на протяжении всей жизни и насколько дисциплинированным ты будешь. Мы знаем людей, сколотивших миллион за 10 лет. Знаем и тех, кто еще не достиг цели, но упорно работает для ее достижения. В любом случае время – деньги. Как правило, чем больше у твоих сбережений и инвестиций времени для роста, тем больше денег они принесут. Следи за инвестициями, но в меру. Время от времени корректируй планы, цели и бюджет, диверсифицируй инвестиционный портфель, и твое состояние будет расти все быстрее и быстрее. Если постепенно и последовательно наращивать сбережения, ты и не заметишь, как скопишь сначала десятки, потом сотни тысяч, а затем вдруг обнаружишь, что на твоем счету уже 999 тысяч 999 рублей. Когда они превратятся в миллион, не забудь отпраздновать это событие, ведь ты добился того, чего хотел. Еще не поздно. Не каждому удается копить в раннем возрасте, но и у тех, кто начал позднее, есть немало возможностей стать миллионером. Допустим, ты не мог копить деньги до 30 лет, но по достижении этого возраста в течение 15 лет откладываешь по 250 рублей в месяц и кладешь их в банк под 7% годовых. К 45 годам на твоем счете будет 80664 рубля. Если теперь ты сможешь откладывать по 300 рублей в месяц, то скопишь миллион к 75 годам. Конечно, чтобы достичь этой цели быстрее, лучше получать более высокий процент или вложить деньги в более прибыльные инвестиционные инструменты. Тебе, как инвестору, следует вести себя активнее. Отсюда мораль. Начинай как можно раньше. Разумный инвестор знает, когда стоит обратиться к эксперту. Советы профессионала. К заветному миллиону ведет много путей. Научись соблюдать правильный баланс между доходами, сбережениями и инвестициями. Не обязательно всегда заниматься этим самостоятельно. Можно обратиться за помощью к финансовому консультанту или специалисту по финансовому планированию. На рынке много специалистов и компаний, готовых прийти тебе на помощь. Кроме того, к твоим услугам интернет, где ты найдешь массу полезной информации. Старайся всячески повышать свою финансовую грамотность. Помимо этого, самые ценные, впрочем, иногда и самые бесполезные советы могут дать родные и близкие. Не все родители любят обсуждать с детьми денежные вопросы, но есть и такие, которые всегда готовы к разговору на эту тему. Мы считаем, что говорить с детьми о деньгах правильно, потому что такой подход способствует повышению финансовой грамотности всей семьи. Может быть, и ты, юный читатель, сможешь дать пару-тройку полезных советов родителям относительно капитализации вкладов или покупки акций, которые доробятся каждые два года. Продолжай учиться. В мире финансов столько интересного! Мы рассказали лишь о некоторых важных вещах. Чем больше ты будешь знать, тем выше шансы на успех. Умение планировать финансы, формулировать задачи, сосредоточиваться на главном и быстро принимать решения, а также терпение и упорство, хороший запас времени и немного удачи, и ты обязательно заработаешь миллион. Как минимум миллион. Только не разменивайся на мелочи. Накопление на старость. Мы бы хотели, чтобы ты начал мыслить, как взрослый человек, и подумал о том, что ждет тебя в старости. Пенсия. О, наконец-то можно не работать! Можно сколько угодно спать и гулять. Если бы только не эти шерстяные носки, ортопедическая обувь и зубные протезы. К сожалению, многие люди, достигшие пенсионного возраста, вынуждены продолжать работать, потому что пенсии в России очень низкие. А о пенсионных накоплениях смогли позаботиться лишь немногие. Может быть, на одну пенсию и можно прожить, но что это будет за жизнь? Разве такого заслуживают люди, достигшие золотого возраста? Учитывая, что продолжительность жизни растет, жить на пенсию, возможно, придется лет 30. Значит, нужны сбережения и не только на лечение, но и для того, чтобы жить полной жизнью. Поэтому постарайся сделать так, чтобы в старости не остаться без копейки. Мысли, как миллионер, начни откладывать сейчас, пока ты молод. Скопил миллион? Забудь о нем. Сорить деньгами, разъезжать на роскошном автомобиле, носить дизайнерскую обувь и все лишь для того, чтобы поразить окружающих? Это сделает тебя в их глазах не крутым парнем, а глупым хвостунишкой. Если ты и привлечешь чье-то внимание, то разве что жуликов и воров. Такие, как они, облегчили карманы ни одного миллионера. Зачем лезть на рожон? Ты же научился мыслить, как миллионер, так веди себя скромно, ну, может быть, чуточку экстравагантно. Чем раньше ты начнешь работать и чем лучше будешь трудиться, тем быстрее получишь награду. Многие миллионеры жертвуют на благотворительность и различные социальные проекты. Возможность оказать помощь тем, кто в ней нуждается, что может быть приятнее. Это подтвердят многие миллионеры-благотворители. Марк Цукерберг. Уже в 23 года руководитель и сооснователь социальной сети Facebook стал миллиардером, одним из самых молодых в мире. Он жертвует на благотворительность огромные суммы. К примеру, он пожертвовал 100 миллионов долларов на развитие системы школьного образования в штате Нью-Джерси. Всего он потратил на социальные проекты более миллиарда долларов. Опра Уинфри. Опра Уинфри жертвует миллионы долларов различным благотворительным организациям. Кроме того, она финансирует учебные заведения, в том числе Академию лидерства для девочек в ЮАР, спонсирует детские приюты и проекты по восстановлению побережья Мексиканского залива после чудовищной экологической катастрофы обширного разлива нефти в 2010 году. А однажды она подарила всем телезрителям, которые смотрели ее дневное ток-шоу, по тысяче долларов с условием, что они потратят деньги на благотворительность по своему усмотрению. Вот это щедрость! Брайан Трейси, предприниматель, автор нескольких книг и специалист по профессиональному росту, считает, что 99% миллионеров можно разделить на 4 категории. 74% владельцы собственного бизнеса. 10% наемные сотрудники, продвинувшиеся по карьерной лестнице и сумевшие занять ключевые должности в компаниях. 10% высоко квалифицированные специалисты, чей труд стоит очень дорого. Это врачи, адвокаты, финансовые консультанты и так далее. 5% – продавцы и специалисты в области продаж. Вот он, миллион! Без денег счастливым всегда можно стать, а богатые, разумеется, тоже плачут. Но у тех, кто добился финансовой независимости, гораздо меньше поводов для беспокойства, чем у бедолаг, которые погрязли в долгах или вынуждены считать каждую копейку. Эта книга о том, как скопить деньги для безбедного существования. Но ты, конечно, понимаешь, что она еще и об увлекательном путешествии в мир финансов и о захватывающих приключениях, которые ожидают тебя на пути к миллиону. Надеемся, что книга тебя многому научила, а также, что ты поделишься знаниями с другими. И не только знаниями. Добившись финансовой независимости, ты сможешь помогать людям и бороться с бедностью. Быть может, ты сумеешь заинтересовать друзей и помочь им обрести финансовую независимость. Или добьешься выдающихся успехов и сам напишешь книгу о том, как получать доход, экономить и инвестировать, чтобы заработать сто миллионов. Но помни, что дорога к сотне миллионов начинается с одной отложенной тысячи. Что бы ни ждало тебя в будущем, мы очень хотим, чтобы ты стал богатым и счастливым. Заработал. Покажи, на что ты способен. А мы с радостью поздравим тебя с победой, когда твоя тысяча превратится в миллион. Удачи! Коротко о главном. Мы уже сказали о главном, написав эту книгу, так что если ты ее прочел, мы больше ничем не можем тебе помочь. Как стать миллионером? Инструкция. Итак, вперед! Сделай первый шаг, пусть даже совсем маленький, к заветной цели – миллиону. Постоянно сверяйся с этой инструкцией и дорожной картой, представленной на следующих страницах. Научись мыслить как миллионер. Открой счет в банке. Сформулируй финансовые цели и разработай финансовый план. Следуй ему и веди учет доходов и расходов. Постарайся увеличить доходы. Для этого устройся на работу или открой бизнес. Отложи тысячу рублей, а затем выработай привычку регулярно класть деньги на счет в банке. Скопил пару-тройку десятков тысяч? Вложи часть средств в более прибыльные инвестиции, чем банковский вклад. Отложи часть денег в резервный фонд. Его размер должен соответствовать среднему доходу за три месяца или полгода. Чтобы твои сбережения росли все быстрее и быстрее, используй силу сложного процента – капитализацией. Чтобы не потерять накопление, старайся не совершать наиболее распространенных ошибок. Научись играть в гольф. Это игра миллионеров.